Здравствуйте! Меня зовут Ефремов Валерий Анатольевич, я доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского государственного педагогического университета имени Герцена. И сегодня я предлагаю поговорить о русском ласковом. Тема эта огромная. Известно, что русский язык проявляет свою доброжелательность, добродушие множеством разных способов. Ну, например, для иностранцев зачастую крайне сложно выглядит система русских уменьшительных имен. Например, Маша, Машенька, Мария, Маруся, Марусенька, Рыся, Руся и так далее. Но мы сегодня поговорим о двух темах. Первое – это диминутивы, уменьшительно-ласкательные слова. И второе – это аффектонимы или ласковые вакативы, слова, которыми пользуемся в кругу семьи, обращаясь к близким, дорогим, любимым людям. Итак, диминутивы. Слово происходит от латинского diminution – уменьшение, и это термин, который обозначает уменьшительные имена, прежде всего существительные или прилагательные, имеющие значение чего-либо маленького. Однако, интересно, что в русском языке, кстати, как и в некоторых европейских языках, диминутивы зачастую выполняют функцию смягчения речи. Именно поэтому их очень часто называют уменьшительно-ласкательными суффиксами. Действительно, такие слова очень часто содержат добавочный эмоциональный экспрессивный оттенок, но этот оттенок может быть двояким. С одной стороны, ласкательность, сочувствие, например, дочурка, бабуля, кошечка. Но в этом специфика русских диминутивов иногда это может выражать уничижительность и пренебрежение. Людишки, пальтишка, человечишка. Все, как всегда, в языке зависит от контекста. Например, если мы возьмем слово волосенки, то нам, безусловно, понятен предмет речи. Это волосы. В науке это называется диминутативный план лектического значения. Но у этого слова, благодаря диминутивному уменьшительному суффиксу йонг, есть и эмоциональное, коннотативное сопровождение. И здесь, в зависимости от того, о ком идет речь, диминутив будет выполнять разные функции. Если мы говорим о детской головке, то слово волосенки явно выражает ласковое и положительное значение. А если мы говорим о голове взрослого человека, то, скорее всего, это пренебрежительно или ироническое употребление слова волосенки. Диминутив образуется при помощи суффиксов субъективной оценки. Правда, иногда говорят, что достаточно распространившееся сейчас французского происхождения приставка мини, например, мини-лекция, мини-блок, мини-юбка, тоже выражают идею диминутивности, то есть чего-то маленького, но мы не будем сегодня о приставках. Итак, интересно, что количественно преобладают среди диминутивов, безусловно, существительные. Наука выделяет около 20 суффиксов, которые позволяют из обычного русского существительного сделать диминутивные. Ну, в качестве примера можно привести домик и домишка, братец и братишка, ручонка и рученька, кисонька, ну и так далее. Вторая по численности группа слов, которых представлены диминутивами, это прилагательные. Малюсенький, тонюсенький, красненький, простенький, пухленький, высоконький, здоровехонький. Ну и даже по тому, как звучат эти слова, понятно, что в первую очередь это обращено либо к детям, либо используется в каком-то ироническом контексте. Интересно, что в отличие от других европейских языков, в русском языке уменьшительно ласкательное значение могут приобретать и наречия. Правда, в большинстве случаев это слова обиходно-разговорной речи, но все-таки согласитесь, что в русском языке есть слова по-умненькому, шепотком, чуточку, вечерком, рядышком, пешочком, далековатенько. И вот это совершенно уникальная вещь, которая описана далеко не во всех книгах и о которой хорошо достаточно знают онтолингвисты. Это ученые, которые занимаются исследованием того, как дети осваивают родную или иностранную речь, родной или иностранный язык. Так вот, только в одном регистре, в том, что в русском языке называется язык мам, могут быть диминутивные глаголы. На самом деле, если вы откроете интернет, то такое словосочетание вам почти и не встретится, потому что об этом очень мало говорят, но для того, чтобы показать, насколько велик русский язык, насколько велики его возможности, можно вспомнить, что в детском языке мы можем встретить такие слова, как баинькать, кушенькать, питенькать, беганькать, ну, я думаю, что и множество еще других. Интересно, что, как я уже сказал, диминутивные формы существуют практически во всех европейских языках, и в некоторых случаях уже диминутивные, уменьшительно, в некоторых случаях ласкательные формы мы получили в качестве заимствования. И в этом смысле стоит обратить внимание на заимствования из итальянского и французского языков, в которых есть общероманские, восходящие к латинскому суффикс это или это, и которые, собственно, и обозначают вот этот малый размер. Так, в русском языке с этим суффиксом из итальянского языка были заимствованы слова оперетто, маленькая опера, ариетто, маленькая ария, спагетти, тоже интересный ход, брускетто, ну, или, например, синьерита. Из французского в другом виде этот суффикс мы находим в таких словах, как сигарета, мотоциклет, баронет, сандалеты, даже, что интересно, вагонетка, здесь, правда, русский суффикс к, и это совсем казалось бы уж странно, но слово корвет тоже имеет старинный общероманский суффикс, обозначающий малые размеры. Итак, где же мы используем диминутивы? Собственно, ученые выделяют несколько сфер, на каждой из них мы можем остановиться чуть больше, больше подробностью. Например, это, в первую очередь, разговоры с детьми, дальше это женский мир и все, что связано с описанием жизни женщины в семье, в микросоциуме, в некоторых случаях и в обществе в целом. Как я уже говорил, одна из интереснейших сфер применения диминутивов – это ирония, угощение, просьба, ну и выражение жалости. Начнем с самого понятного, самого близкого и самого вожалого оправданного использования диминутивов. Речь идет о разговорах с детьми. У ученых даже есть специальный термин – детоцентристские коммуникации. По всей видимости, общение с детьми – это и есть первоначальная, исходная сфера функционирования диминутивов. Кстати, именно поэтому уже довольно-таки давно из социолингвистических исследований известно, что женщины гораздо чаще используют диминутивные формы, чем мужчины. Считается, что это отчасти оправдано их речевым опытом общения с детьми. Ну и понятно, что действительно речь русскоговорящей мамы, обращенная к собственному ребенку, вряд ли может обойтись без этих уменьшительно ласкательных форм. Согласитесь, что будет странно выглядеть предложение «давай в кровать ляжем», вместо «в кроватку глаза закрывай», вместо «глазки закрывай», «давай сидим ложку за маму», «ложку за папу», наверное, «ложеньку за маму», «ложеньку за папу», ну и так далее, и тому подобное. Более того, ученые говорят о том, что, по всей видимости, в разговорах с детьми диминутив выполняет две базовых функции. С одной стороны, это фатическое, напомню, контактоустанавливающее средство. Употребляя диминутивные формы, мама выражает свое любовно-умилительно-ласковое отношение к своему ребенку, и это совершенно оправданно. И вторая функция, некоторые говорят о том, что это едва ли не архетипическое, древнейшая функция диминутивов, это определенного рода способ социализации ребенка. Такими словами, как «столик», «столик», «собачка», «кисенька», «ложечка», «половичок». Мать как бы описывает тот круг, в котором ребенок должен ощущать себя комфортно, тот круг, который ребенок осознает как свой, как родной, как домашний. И в этом смысле, безусловно, диминутивы выполняют важнейшую функцию. Как я уже сказал, зачастую диминутивы становятся средством описания женского мира, женской действительности, женского взгляда. И в этом смысле мне всегда нравился фрагмент из Анны Карениной, когда, по сюжету напомню, Анна прощается с братом и отправляется домой к нелюбимому мужу и к любимому сыну. И Толстой, описывая то, как Анна садится в поезд и размещается в купе, делает это следующим образом. Все в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу. С вами маленькими, ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек, достала подушечку, положила себе на колени и, аккуратно закутав ноги, спокойно уселась. Две дамы заговаривали с ней, и толстая старуха Укатова укутывала ноги и выражала замечание о топке. Анна ответила нескольким словам дамами, но, не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке кресла и взяла из своей сумочки разрезной ножик и английский роман. Как видим, Толстой, напомню, у которого было большое количество детей и любимая жена, воспользовался деминутивно для того, чтобы описать вот этот вот дамский уютный мир, крохотный, но вместе с тем замечательный в своем каком-то невероятном комфорте. При этом, надо сказать, что поэтами, писателями, образованными людьми, русскоязычными, безусловно, деминутивы зачастую оцениваются крайне жестко. Вот известно из воспоминаний жены Александра Ивановича Куприна, что он просто ненавидел так называемый язык богоделок и приживалок около благоветельности, как писал сам Куприн. В качестве примера он приводит такие слова «кусочек», «чашечка», «вилочка», «ножечек», «яичко», «яблочко». Я питал и питаю отвращение к этим уменьшительным словам, признаку нищенства и приниженности. Однако, надо сказать, что в русском языке деминутивы выполняют и вторую, помимо вот этой уменьшительной эмоционально-ласкательной функции, вторую важнейшую функцию, я имею в виду иронию. Интересно, что в работах академика Виктора Владимировича Виноградова есть просто отдельные сюжеты, связанные с использованием деминутивных слов в ироническом контексте именно в фольклорных текстах. То есть получается, что вот этот способ выразить игру, выразить свое ироническое отношение к действительности существует в русском языке очень и очень давно. Ну вот в качестве примера можно привести те колоквиализмы, те пословицы, которые анализировал сам Виноградов. Плакали наши денежки, хорошенького понемножку, рюмочки доведут до сумочки. Сюда мы можем добавить хорошенькое дельце или тот еще подарочек. Иногда с помощью деминутивов можно моментально создать очень легкую и изящную иронию. В качестве примера я бы взял только одно предложение из замечательной книги авторского коллектива, которую можно назвать «Театр-квартет И». Книга называется «Смешная книга. Конюх Федоров и не только». Одно предложение из этой книги. Наши космонавтики Крикалев и Джанибеков полетели к звездочкам на космическом кораблике счастливенького им полетика. И мы понимаем, да, что то сообщение, которое выведело абсолютно бы нейтрально и давало бы повод для гордости, потому что в очередной раз наши замечательные космонавты полетели к звездам на космическом корабле. Но вот это вот обилие деминутивных суффиксов, которые, безусловно, иронически стилизуют речь женщин, по-видимому, да, и создает вот этот вот невероятный комизм. Следующая очень важная функция деминутивов – это использование их в ситуации приглашения к столу или описание всего, что связано с едой. Мы можем выделить такую сферу, как угощение и еда. Пожалуй, впервые на это обратил внимание замечательный и очень хороший лингвист Владимир Гройчгак, который ввел понятие, применительно к русскому языку, гастрономического деминутива. Он говорил о том, что гастрономический деминутив выполняет очень важную функцию. Он создает приятные воспоминания о трапезе или описывает впечатление от съедаемого блюда. И основная функция такого рода гастрономических деминутивов – это, безусловно, выразить удовольствие. Вот откуда в русском языке есть такие достаточно действительно распространенные слова, как водочка, коньячок, пивасик – это не литературное слово, но достаточно часто встречающиеся в речи молодежи. Пельмешки, картошечка, колбаска, сырочек. Все это позволяет нам выразить свое, с одной стороны, приятное ощущение от еды, а с другой стороны – от ситуации, в которой мы эту еду поглощали или собираемся поглощать. Ну и не случайно, думаю, хитом конца 20 века на русской поп-эстраде было песни «Три кусочка колбаски». Правда, даже с этими гастрономическими деминутивами все не слава богу. Известно, опубликованная в 2013 еще году большая программная статья Татьяны Толстой, которая называется «Красивая литература и житейская мудрость». На самом деле, конечно, это не статья, а пост в живом журнале, который потом был многократно републикован. Так вот, Татьяна Толстая настаивала на том, что нельзя бояться уменьшительно-ласкательных суффиксов, потому что люди, которым кажется, что это пафосно, слюняво, синдиментально-глупо и по-детски, сильно ошибаются. В качестве примера позвольте прочесть небольшой кусочек рассуждения Татьяны Толстой. Я лично совершенно не боюсь уменьшительных суффиксов. Они – прекрасный инструмент, с помощью которых можно передать много оттенков смысла и настроения. Просто им надо управлять, а не пугаться. Морковочки положить? Хлебце? Колбаску кушаете? Вот это все правильно. Так надо, так угощают. Таким образом, мы создаем защитный колпак – купол над людьми, севшими за трапезу. И поэтому тут спокойно, уютно, как в детстве. Ну и нетрудно согласиться со словами Толстой. Вы же не будете говорить «Ешьте морковь», а на школу он в горле встанет. Вот колбаса, жуй хлеб. Даже на письме слышен грубый голос говорящего «Рябчиков жуй». Ну, понятно, это отсылка к Маяковскому. Однако, вот то представление о гастрономических диминутивах, которых проговаривает Татьяна Толстая, сильным образом отличается от речи писателей, скажем так, предыдущей эпохи. Известно, что Тонкий, один из тончайших стилистов русского и английского языка Владимир Владимирович Набоков в «Других берегах» посвятил этому сюжету отдельную часть, и там мы можем найти следующую реплику Набокова. «К сожалению, я не терплю ресторанов, водочки, закусочек, музычки и задушевных бесед». Понятно, что, с одной стороны, Набоков со присущим ему позерством, желанием развенчать все и вся. Конечно же, я думаю, что он любил задушевные беседы. Но вот тот смысл, который появляется у этого сочетания в ряду водочки, закусочки и музычки, создает определенного рода контексты. Еще одна функция, где мы используем диминутивы – это просьба. Понятно, что когда мы говорим «выпей молочка или съешь кашки», в первую очередь, конечно же, это будет обращено к детьми, мы испытываем положительные эмоции не к пищевым продуктам, а к адресату. Ну и вообще-то мне не очень нравится как петербуржцу, как, будем считать, худо-бедно образованному человеку, но следующий сюжет. Считается, что диминутивы допустимы в ситуации обращения к продавцу. «Зъедьте мне колбаски, нарежьте, пожалуйста, сырку». Якобы это возможно оформление просьбы, но хочу еще раз подчеркнуть, что, на мой взгляд, это иногда выглядит чрезмерно. Ну и последний сюжет, в котором необходимо вспомнить диминутивы, и этот сюжет подчеркивает древность, архетипичность этих форм. Интересно, что в фольклоре есть определенные жанры, где диминутивы строго обязательны. Я имею в виду, например, плач. Вот в работах фольклористов и лингвокультурологов я обнаружил следующий текст, связанный с ритуальным плачем по умершей девочке. «Тебе не было все, белая лебедушка, по ноженькам то не было обуточки, по плеченькам о деточке, не было покупочек, обновочек, летних украшеницев, зимних согреваницев». И все эти слова мы понимаем уменьшительно-ласкательно, диминутивны и призваны выразить то любовь, то отношение, которое испытывают родители к умершему ребенку. Прежде чем закончить тему диминутивов, я хотел бы на всякий случай предупредить, что чрезмерное использование уменьшительно-ласкательных суффиксов создает все-таки очень странный коммуникативный эффект слащавой, вычурной речи и на самом деле характеризует человека использующего либо как излишне эмоционального, либо как не очень образованного. И в качестве примера приведу фрагмент из массовой культуры. У Виктории Токаревой в романе «За рекой за лесом» есть следующий фрагмент диалога двух героинь. «Кушать будешь?» – спросила Роза. «У нас сегодня супчик из белых грибочков и пловчик с баранинкой». «Что?» – переспросила Людмила. «Плов». «Ну так и говори плов, а то пловчик, супчик, как одушевленные прямо-таки дети». Не случайная отсылка опять же к детско-центрическому дискурсу. Ну и в финале я бы хотел привести замечательную фразу всемирно известного филолога-лингвиста семиотика фольклориста Владимира Яковлевича Пропа в работе «Русский героический эпос», обращаясь вот к этим самым диминутивным формам на уровне фольклора, он буквально резюмирует следующее. «Обилие ласкательных форм выражает необычайную доброту народа по отношению ко всему, что достойно любви, признания, расположения. Вероятно, ни один язык мира не обладает таким богатством и такой гибкостью и выразительностью ласкательных или уменьшительных форм, как язык русский». И здесь нельзя не согласиться с великим филологом. «Аффектонимы» — это невероятно интересный и только-только начинаем изучаться пласт языка, который связан, как я уже говорила, с общением между очень близкими людьми. Под «аффектонимы» понимают обращение слова или фразы, используя ситуацию близкого знакомства, чаще всего в отношениях между супругами, любовниками, в отношении родителей и детей. Интересно, что когда в конце 20 века этот термин вводила польская исследница Вольнич Павловска, она говорила о том, что вот эти вот ласкательные вакативы — это еще один термин, который обозначает аффектонимы — можно разделить на две группы. С одной стороны, есть общепринятые, системные, эмоционально окрашенные языковые единицы, как, например, «Дорогой», «Малыш», «Солнышко», а с другой стороны, уникальные авторские номинации, которые мы используем только тет-а-тет, только с очень близкими, дорогими людьми. Ну, например, могу сказать, что ряд очень близких людей я называю Маринкин, Дедик или Сахин. Никаких этих форм в русском языке, безусловно, нет, но для того, чтобы показать выделенность этих людей для меня, их гиперзначимость в моей жизни, ту любовь, которую я к ним испытываю, я придумал собственные слова для того, чтобы лишний раз подчеркнуть, что это именно мои люди, это именно мое к ним отношение. Правда, так же, как и с диминутивами, надо помнить, что часть аффектонимов в повседневной коммуникации очень стремительно может утратить свою положительную или, как говорят ученые, миллиардивную окраску. Согласитесь, что английское dear, французское шех или шери, итальянское caro, cara, и даже русские дорогой, дорогая или милая в определенных ситуациях могут утрачивать интимный характер и в ситуации к малознакомому человеку может даже вызвать ответ на раздражение. Безусловно, здесь многое зависит от интонации, но мы же понимаем, что фраза, которая начинается «дорогой» или «милая ты моя», совсем не характеризует аффектонимы. Скорее, это нечто другое. Я уже неоднократно в своих лекциях обращался к действительно невероятно интересному и замечательному словарю Рю Анатолия Григорьевича Балакая, словарь русского речевого этикета. И вот если мы посмотрим на его состав, то выясним, что в разделе «обращение, включение внимания» понятно, что это очень важный момент, связанный с выстраиванием коммуникации. Так вот, в этом разделе зафиксировано 1789 единиц, и из них, внимание, более 1000, если быть честным, 1030 – это те самые аффектонимы. Да, понятно, что в толковые слова русского речевого этикета включаются не только литературные формы. И, например, мы там можем найти такие слова, как «панюшка», «милашенька», «молодушечка», «зазнобенка», «розанчик». Да, эти слова либо характеризуют диалектную речь, либо народную и даже просторечную, либо архаичную речь. Да, я не думаю, что в современном русском языке кто-либо может обратиться к кому-либо с словом «розанчик». Но в целом необходимо понимать, что русский пласт аффектонимов невероятно богат. Это слова, которые действительно выполняют множество функций. И вот здесь как раз мы можем увидеть, с одной стороны, те универсальные характеристики аффектонимов, которые присущи в любом языке. В Европе уже существуют исследования голландского, польского, английского, французского, немецкого языков на предмет того, как в них представлены аффектонимы. Функции вот этих вот ласкательных вакативов. Во-первых, безусловно, эмоциогенность. Одно дело сказать гражданин или товарищ, обращаясь к малознакомому человеку, а другое дело душа моя. И мы понимаем, что уровень эмоций, вложенных вот только в одно слово, будет принципиально различным. Так же, как любая инициальная часть структуры коммуникативного акта, так же, как любая инициальная реплика, у аффектонимов есть те функции, которые присущи обращению вообще. Это, например, фактическое, контакта устанавливающие. Понятно, что если мы обращаемся к малознакомому ребенку где-нибудь на детской площадке «Солнышко», мы сразу создаем определенный контекст, и ребенок проявит ответную реакцию, и она явно будет не такая же, как если бы мы использовали ровно в той же коммуникативной ситуации слово «гражданин». Хотя почему бы и нет. Это апеллятивная функция. Она позволяет нам выделить людей, нужных нам среди круга. Например, на какой-нибудь вечеринке, обращаясь к своей жене, вы можете использовать присуще только вашей коммуникации слово, и она однозначно поймет, что реплика следующая за обращением будет важна для нее, а не для кого-то другого. Безусловно, экспрессивная. Выбор в качестве обращения аффектонимов, а не обычных слов, безусловно, тоже создает определенную экспрессию, определенного образом выражает человека, использующего аффектонимы. И так же, как и с диминутивами аффектонимы зачастую могут использоваться в ироническом контексте и создавать странноватое поле, когда вроде бы к человеку обращаются с ласкательным словом, а на самом деле получается, что это скорее либо ирония, либо даже какой-нибудь уничижительный контекст. Собственно, ученые выделяют также специальные суффиксы аффектонимов. Сюда можно привести такие, как ушк, еньк, ан, онк, уль, бабуль, например, усь, бабуся, например, аш, уш, ан, ун и так далее и тому подобное. Интересно, что в кандидатской диссертации очень интересной исследовательницы Ирины Фуфаевой мы можем обнаружить следующее, что в кандидатской диссертации была посвящена диминутивам, но в ней есть несколько упоминаний и вот этих ласкательных эвакуативов, хотя термин сам аффектоним там не используется. Так вот, интересно, что Ирина Фуфаева говорит о том, что использование большинства таких суффиксов сейчас в современном русском языке ограничено исключительно сферой семьи, нянь и речи влюбленных. Именно вот оттуда мы и получаем такие слова, как Катенька, Никитушка, Детонька, Кисонька, Кисуля и так далее. Интересно, что аффектонимы имеют очень четко выраженную гендерную окраску. Например, известно, что зоометафоры в большинстве случаев используют в собственной речи женщины. И именно поэтому, наверное, поэтому или скорее это иное проявление того же характера, женщины гораздо чаще используют в качестве аффектонимов названия животных. Например, киса, кисонька, рыбонька, зайчик, медвежонок. Вот все эти слова это как раз характеристика женского речевого поведения. Хотя, что интересно, вот именно в интимном общении, именно в общении один на один мужчины тоже могут позволить себе такого рода слова. И в этом нет ничего страшного. Ну и последний сюжет, на котором я бы остановился в связи с аффектонимами в русском языке. Интересно, что некоторые из слов хранят в себе какие-то очень старинные пласты представления, а современникам эти пласты утрачены, они не осознаются, и поэтому мы иногда ложно этимологизируем те или иные слова. Опять же, обращусь к работам Виктора Владимировича Виноградова, который в свое время, составляя рецензию на словарь современного русского литературного языка, обратил внимание на то, что в нем не совсем корректно устанавливается в словобразовательной связи слово «лапушка». То, что в слове «лапушка» есть суффикс «ушк», это понятно, да, соответственно, это какая-то уменьшительная и, по всей видимости, уменьшительно ласкательная форма от слова «лапа». Но что же такое «лапа», да? Вряд ли это имеет отношение к конечности животного. Так вот, Виноградов пишет о том, что, по всей видимости, это очень старая форма афектонима, которая восходит к древним представлениям о фитометафорах, метафорах, связанных с растениями. Дело в том, что в части русских говоров «лапа» и, собственно, «лапушка» обозначают «клевер». Клевер зачастую красного цвета. Красный в русском языке, это всем известный сюжет, обозначает еще и «красивый», и таким образом получается, что через вот это описание, на самом деле, не очень уж и взрачного цветка, произошло метафорический перенос. То есть, девушка такая же красивая, как клевер. Вот таким образом, вот эти древние представления о красоте, о растениях, о женщинах, да, сохраняются в таком, казалось бы, совершенно невинном слове «лапушка». Ну и последнее, что стоит сказать о афектонимах, в них все-таки представлена целая палитра эмоций, палитра чувств, которые выражает человек, выбирающий то или иное обращение. Это, безусловно, базовые симпатии и нежные чувства. В некоторых случаях это оттенок фамильярности, имеющий положительную эмоциональную окраску. Здесь можно вспомнить, допустим, брат, брателла, браток. Это может быть оттенок одобрения. Например, в комплименте мы можем использовать такие афектонимы, как «красавица», «молодец», «умничка». В некоторых случаях это оттенок снисходительности или мягкого упрека. И здесь, опять же, мы вступаем в свою игру диминутива. «Глупенький», «горевой», «странненький» и так далее. Если подвести черту, хочу еще рассказать, что вот эти два сюжета, связанные с диминутивами и афектонимами, это лишь малая часть того, что можно сказать о русском ласковом. Дело в том, что русский язык действительно позволяет передавать тончайшие нюансы, тончайшие эмоциональные оттенки, тончайшие семантические обертоны, связанные с чувствами и взаимоотношениями между людьми. И слава богу, что у нас есть такие замечательные средства, как диминутивы и афектонимы. Спасибо, всего доброго и до следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok